всем привет с вами про геймера в этом видеоролике мы поговорим о корячих клавишах фотошопе но перед началом видеоролика соответственно будет небольшая рекламка моей группы вконтакте но если вам нужен хороший качественный дизайн то рекомендую свою группу вконтакте в которой вы можете заказать превью баннер аватарку логотип и мой личный gfx pack тут достаточно много красивых работ можете посмотреть ну а все ссылочки будут в описании переходите подписывайтесь и заказывайте дизайн но мы начинаем сам видеоролик и так переходим photoshop и сразу же буду постепенно все добавлять создавать превью и показывать вам горячие клавиши первое что мы делаем это нажимаем control shift n добавить соответственно создать новый слой нажимаем ok и все у нас создается новый слой дальше мы на этом новом слою теперь что необходимо взять этот новый слой выделить его и просто взять прямо линейное лассо это в разделе с обычным лассо есть вот по диагонали делим фон и закрашиваем один вот такой вот прямоугольный треугольник зеленый цвет чтобы закрасить быстро нажимаем shift f5 горячий клавиши тоже если у вас не работает то зажмите fn shift f5 то есть вот дальше выставляем зеленый цвет вот и как бы окей все нажимаем ок control плюс d снять выделение вот это вот выделение control плюс d дальше нажимаем на вот перебираем смотрим чё как подойдет я впрочем могу понизить не притрачусь этого уже будет достаточно кстати еще один способ есть как понизить заливку да и не прозрачность также можно это сделать вот у этого нашего зеленого прямоугольного треугольника нам необходимо просто зажать shift из совместно с шифтом нажать по нажимать цифрыки на клавиатуре вот и у нас будет изменяться его и заливка в общем сейчас все это дело покажу вам видите изменяется я и сейчас на 100 процентов его поставил сейчас на 90 сейчас на 99 видите она изменяется на если вы нажимаете на зажали shift и нажимаете на клавиши вот циферки на клавиатуре сейчас более подробно покажу то есть вот видите когда я нажимаю то есть скобочка там вылезает скобки там разные символы это в общем наверху у вас есть циферки зажали shift и эти циферки наверху нажимаете и вас будет изменяться все это дело и главное чтобы вас не выделялась непрозрачности сделать и так чтобы у был никого выделения и вот видите у нас все это дело конечно же регулируется по клавишам клавиатуры вы можете регулировать от все смысл на ну более такой средненький способ не знаю я в толком никогда не использовал если он пригодится то конечно использовать его есть за это делаю мышками так просто комфортнее далее что мы еще делаем можем сделать можем зажатым альтом зажали alt и зажали вот то есть мышкой на объект нажали на него и переносим просто зажали зажали alt и зажали левую кнопку мыши мы можем его перенести и скопировать также control плюс у мы можем обесцветить изменить цветовой тон яркость в общем достаточно вы все поняли дальше то есть вот зажали alt и зажали кнопку мыши и переносим видите у нас копируется это чтобы не нажимать control плюс джей тоже копирование мы это делаем через alt вот я увеличил и также сейчас меняю на shift и конечно же клавиатурные значения то есть цифры мы изменяем соответственно непрозрачность вот это все очень просто делается опять же ничего трудного в этом нету также можем вот прямоугольная выделена область выглядеть и shift f5 выполнить заливку то есть это просто как горячий клавиш рассказываю до сал их достаточно много то есть больше ста сразу говорю и я все именно все не буду говорить озвучивать я говорю только те которыми я сам пользуюсь то есть вот потому что смысла мне нет рассказывать все 100 комбинации как бы вы все равно не запомните и будете применять только несколько из них то есть вот самые распространенные большинство вам просто не пригодится ну так вот дальше создаем вот такое выделение на каждый вот из объектов впрочем то если вам это нужно я показываю это в целях чтобы применить горячие клавиши и все тут создали control плюс д снимаем выделение также можно уменьшить его непрозрачность заливку что только нам будет угодно вот я уменьшаю сейчас на горячие клавиши опять же и смещаю нижний план ну тут довольно все просто вот уменьшаем прозрачность я как привык уже уменьшать мышкой так уменьшаю мышкой то есть я горячие клавиши толком то не использую вот дальше допустим мы делаем текст пишем текст допустим я напишу превью на видосик дальше вот смещаем наверх сейчас я вам сюда дело покажу еще кое-что интересное то есть вот мы control плюс ты можем трансформировать объект чтобы трансформировать относительно центра нам необходимо просто взять и зажать alt то есть и все тоже трансформация относительно центр идет чтобы выделить весь текст сразу же control плюс а сразу скажу это работает не только фотошопе но и в других там word microsoft word просто обычных поисковиках в общем распространенная комбинация control плюс а английская опять же только на английские буквы все комбинации работают тут в общем вы поняли я потом по размерам как мне нужно дальше нам необходимо чтобы выделить сразу два зажать control то есть вот нам необходимо выделить текст сразу сжали control и нажали на допустим вот превью то есть чтобы выделить сразу два и потом их можно объединить очень просто либо же инструментом перемещения выглядит не знаю как хотите я зажимаю control нажимаю потом на второй текст увидите у меня два выделились и нажимаю control плюс я английскую 5g у меня все это дело соединяется дальше control плюс j нажимаю и на control плюсу нажимаем дальше выставляем яркость на минус 30 это и на стрелочке клавиатуры просто передвигаем вниз все это ведь у нас вниз я перетянул как бы такой более текст объем не стал опять же объединяем вот видите у нас немножко такая как бы тень идет и зажали control берем смещаю немножко так делаем ему в общем деформируем его далее то есть поворачиваем как нам будет нужно то есть как лучше он будет выглядеть смотрим все это экспериментируем и как бы доводим до лучшего результата ничего сложного в этом нету так что еще не сказал ну в принципе я рассказал все такие комбинации которые как раз таки я использую то есть вот дальше конечно но может так по мелочи рассказывать всякие бесполезные комбинации допустим как изменять масштаб там то есть вот как делать изменять пропорции то есть в принципе это то что вы не будете током спалят я вот так выделить все вам необходимо зажать control и shift и сразу от одного конца до другого нажать мышкой все и control плюс е объединить как бы тоже интересно чтобы сохранить в psd нажимаем control с то есть у вас есть control с вот у вас даже если мы нажмем на файл тут и уже будет прописаны горячие клавиши как все это делать сохранить быстро то есть в psd сохранять вот у нас в файле есть нажимаем на файл то есть вот control с как я говорю а сохранить чтобы уже картинки обычный shift control с можете экспортировать через старую версию от веб без разницы как он будет только удобно там все прописано но не судя я думаю я рассказал достаточно много информации которая вам пригодится если понравился доступ ставьте лайк но он там все с вами был про геймер пишите как раз таки в группу вконтакте мне заказывайте там что дизайн и все прочее на этом все всем пока